Здравствуйте! В эфире программы «Итоги недели» в студии Лилия Хайрулина. О самых ярких событиях минувших 7 дней сегодня в выпуске. В очередь с рождения. В администрации обсудили проблему нехватки мест в детских садах. Квартирный вопрос. Жители микрорайона Красная Горка продолжают отстаивать свои права. Гастарбайтеры под контролем. Миграционной службе Люберецкого района рассказали о правилах регистрации иностранных рабочих. Стратегия развития партии. Единороссы обсудили подготовку к декабрьским выборам в Государственную и Московскую областную думы. Дело сохранения памяти. В Центральном дворце культуры состоялся концерт, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана. Очередь в детские сады в Люберецком районе одна из самых многочисленных в Московской области. Дошкольных образовательных учреждений катастрофически не хватает. В районной администрации прошло заседание, на котором представители местной власти искали пути выхода из сложившейся ситуации. Тему продолжит Юлия Шпиль. Чтобы справиться с гигантской очередью, а это 3800 человек, нужно построить 17 детских садов. Такие цифры озвучили на заседании администрации района. О подобной масштабной стройке речи быть не может. Не хватит финансирования. Нужно искать другие пути. Например, возрождать детские сады на территории существующей застройки. Стоит задача посмотреть, были ли на этих территориях детские сады, были ли дошкольные учреждения. Если они были, посмотреть возможность возврата этих зданий, сооружений или каких-то учреждений. Вернуть их для того, чтобы там восстановить или возобновить работу дошкольных учреждений. Руководитель районной администрации Ирина Назарева обозначила перечень бывших детских садов, в которые, пока только предположительно, можно вернуть в муниципальную собственность. На сегодняшний день в этих зданиях размещены учреждения дополнительного образования, гостиницы, общественные и даже религиозные организации. И если для некоторых можно подыскать альтернативные помещения, то другие здания бывших детских садов потеряны для района навсегда. Хочется сказать по двум детским садам, которые здесь обсуждались. Это Чехово-9 в поселке Малаховка. Он продан в 2001 году администрации поселка Малаховка частную собственность. Вернуть мы его не сможем. И этому факту данная уголовно-правовая оценка. И также мы не сможем вернуть детский садик поселке Октябрьский, потому что он был продан в 1995 году этому польско-римскому католическому приходу. Вернуть мы его тоже никак не сможем. Это частная собственность. Главы всех городских поселений района отчитались перед Владимиром Ружицким о наличии помещений, которые можно было бы задействовать под детские сады. Как оказалось, в самой тяжелой ситуации находится поселок Октябрьский, где население росло, а сады сокращались. На заседании было принято решение о создании специальной комиссии, куда войдут представители администрации, прокуратуры и строительных организаций. Их задачей станет осмотр помещений бывших детских садов и принятие решения об их возврате. Эта работа должна дать свои результаты уже к концу 2011 года. Наша задача, коль мы здесь находимся в этом здании, решать вопросы. Других людей, которые способны решить проблему детских садиков на территории Люберецкого района и каждого городского поселения, коллеги мои, нету кроме нас. Если мы ее не решим, никто ее же не решит. Юлия Шпиль, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение. Население микрорайона Красная Горка продолжает отстаивать свои права. В очередной раз люберчане собрались вместе, для того, чтобы заявить о своих требованиях местной администрации. Жители просят ускорить процесс расселения ветхого фонда. Стены их квартиры держатся на честном слове. Из крана течет ржавая вода. Постоянно возникают проблемы с электроснабжением. На сходе побывала наша съемочная группа. После недавней оттепели Ирине Юсуповой пришлось переселять сына в родительскую спальню. Она боится, что хлипкий потолок вот-вот обрушится на детскую кровать. Сыну Ирины запрещено бегать по квартире и приводить в дом друзей. Здесь нельзя шуметь. От громких звуков вибрируют стены. Стены постоянно трясутся, мебель трясется постоянно. Такое ощущение, что мы находимся в вечном землетрясении. Эти дома возводились 52 года назад методом народной стройки. Их сооружали наспех, закрывая глаза на прорехи в качестве работы. Блоки были, заспался шлак, деревянные перекрытия. За все время жизни не менялись ни коммуникации, ни энергосистемы. В городской администрации решение о реконструкции этого микрорайона было принято почти год назад. Жильцы облегченно вздохнули. Новые дома для переселения должны были появиться в скором времени на территории, прилегающей к Наташинскому парку. Но внезапно начатое дело остановилось. Эти проволочки заставили жителей Красной Горки забить тревогу и организовать собрание и сбор подписей в защиту проекта реконструкции. Эту зиму переживаем очень тяжело в наших домах. То есть начать движение по реконструкции нашего микрорайона. Летом обвалились все полы на кухне. Мы когда пригласились в дом управления, они сказали, мы это делать не будем. Сложная работа, все. Подняли полы, все сгнившее. Когда поднимали полы, конечно, обои пришлось менять. Стали одержать обои, а у нас отлетела вся стена. Почему бы администрации не взяться поактивнее за работу и пожалеть людей, которые проживают в этих домах? Жители злополучных домов недоумевают, почему дело затянулось. Представители общественного движения «Зановые люберцы» считают, что начало строительства тормозит оппозиция действующей власти. Тяжело бороться с людьми, которые сейчас кричат о том, что не надо застраивать парк. Но парк никто не застраивает. То есть тут ситуация сложная, и мы просто именно хотим, чтобы было очень много подписей, чтобы все жители подписались этого района, и чтобы это была серьезная заявка на то, что нужно не сидеть на месте, а что-то делать. Жители Красной Горки сегодня требуют от администрации конкретного ответа. Когда же начатое дело сдвинется с мертвой точки, и они смогут переселиться в новые, безопасные для проживания дома. Юлия Шпиль, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Гастарбайтеров и приезжих решили упорядочить. Теперь возделывание частных земельных наделов и постройка бань будут приносить доход государству. А сам мигрант получит законы о основании на выполнении различных видов работ у физических лиц. Тему продолжит Алексей Репсон. С 1 июля прошлого года вступил в силу закон о регистрации иностранных рабочих, занятых у физических лиц. Раньше отследить пару приезжих из бывших союзных республик на стройке частного дачного коттеджа было практически невозможно. Да и в казну России с их доходов не поступало ни копейки. Сейчас получение патента на выполнение работ участников обязательно для всех. Иностранный гражданин, пребывший на территории Российской Федерации, безвизовом порядке, значит, пора вычислить трудовую деятельность у физического лица. Для этого ему необходимо всего лишь оформить патент. Для получения патента иностранцу нужно всего лишь заполнить анкету. И через 10 дней он сможет выйти на работу. На пластиковой карточке будут указаны все данные ее владельца. Оплачивать этот патент придется регулярно. Налог фиксированный и составляет 1000 рублей в месяц. После уплаты налога он считается законно находящимся на территории Российской Федерации. То есть он даже не вправе продлевать себе миграционный учет. Патент выдается сроком на один год. Помимо иностранных рабочих, перемены ждут и россиян. Те, кто любит проводить свой отпуск за границей, уже сейчас могут оформить заграничные паспорта нового образца. Я просто призываю граждан оформлять заграничные паспорта нового поколения. Это документ перспективный, значит, преимущества его очевидны. Срок действия, как я говорил, увеличен с 5 лет до 10 лет. Это не единственное достоинство нового документа. Усовершенствованный паспорт толще, а значит, даже неутомимым путешественникам его должно хватить на все 10 лет. Но все же его главное преимущество – это новые возможности, которые он дает его владельцу. Имеет электронный чип. В случае утраты документа практически невозможно его подделать. Использовать анкетные данные конкретного заявителя невозможно. На чипе паспорта есть все анкетные данные хозяина документа. А в скором времени там также будет размещена информация о радужной оболочке глаза и отпечатке пальца его владельца. Алексей Репсон, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Заседание Политсовета Московского областного отделения партии «Единая Россия» состоялось в конференц-зале администрации. На встрече единороссы обсудили подготовку к декабрьским выборам в Государственную и Московской областной думы. Подробнее в следующем сюжете. В период подготовки к началу массовой избирательной кампании единороссы должны иметь крепкую, мобильную, хорошо отстроенную партийную структуру. Такими словами открыл заседание секретарь областного политсовета Игорь Брынсалов. Основная задача в период проведения выборов – выработать четкую и верную стратегию развития партии. Первое – это дальнейшее укрепление партийной структуры. Второе – подбор партийного актива и избрание работоспособных руководящих органов всех уровней. Третье – мобилизация членов партии к активной работе в период подготовки и проведения предстоящих выборов. На сегодняшний день в Подмосковье работают 74 местных и более 2,5 тысяч первичных отделений «Единой России». На учете состоят около 80 тысяч членов партии. Вместе с тем, по мнению Игоря Брынсалова, партийная система нуждается в укреплении и совершенствовании. Для этого необходимо в кратчайшие сроки провести грамотную расстановку кадров. Продолжая тему партийной модернизации, Игорь Брынсалов рекомендовал в обязательном порядке вводить в состав местных полицоветов начальников штабов общественной организации «Молодая гвардия Единой России». А на должность заместителей секретарей полицоветов избирать руководителей фракции «Единой России» в городских и районных советах депутатов. Депутаты фракции групп «Единой России» на местном уровне – это наш партийный авангард. Это в большинстве своем авторитетные люди, достаточно узнаваемые населением. Они пользуются авторитетом в своих избирательных округах, непосредственно ведут работу с нашими избирателями. Как показала практика прошедших избирательных кампаний, только они могут охватывать агитационной работой всех избирателей. Предстоящая избирательная кампания – это своеобразный внутрипартийный смотр «Единой России». И задача партии – сделать так, чтобы ее представителями оказались работоспособные, энергичные и профессиональные люди, создающие на уровне первичных организаций основной контакт между партией и населением. Примером для этого может служить и опыт Люберецкого района. Порядка 70% в советах депутатов – это единороссы. Практически все главы городских поселений – члены партии «Единая Россия». И наши жители воспринимают ту работу, которую мы проводим на местах. Они воспринимают, как это действие партии «Единая Россия». Всю эту работу воспринимают через призму партии «Единая Россия». На местном уровне, где мы ходим по земле, люди требуют определенной, конкретной, четкой работы. Стоит отметить, что Люберецкий район был выбран для проведения политсовета не случайно. По мнению делегатов, на политической карте Подмосковья Люберецкие единороссы занимают твердые и лидирующие позиции по всем направлениям. Работа Люберецкого отделения партии оценена положительно. Мы об этом говорили и в докладе. Сама организация стабильная, крепкая. Результаты последних выборных кампаний показывают, что население доверяет партийной организации, ее лидеру, Ружицкому Владимиру Петровичу. Партийная организация Люберецкого района, она из самых крупных в Московской области. И я думаю, что по целому ряду вопросов мы в целом работаем, я думаю, неплохо в плане партийных дел, в плане конкретных дел. У нас, конечно, есть проблемы, я думаю, наши жители об этом знают, но в то же время мы стремимся целый ряд вопросов решать, и решать конкретно. На заседании было принято решение в ближайшее время провести перевыборы в первичных и местных отделениях полицсоветов. По итогам отчетной выборной кампании в конце мая состоится конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». От того, кто возглавит партию на уровне первичек, будет во многом зависеть и результат предстоящих выборов. Работы много, я думаю, что мы на просторах Люберецкого района с этой работой справимся, и думаю, что победа в декабре будет за нами. Юлия Иванова, Алексей Адамов, Олег Лобанов, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение. Заведующий общественной приемной губернатора Московской области в Люберецком районе назначена Нина Башаренко. Напомним, что до этого она занимала должность помощника главы города Люберцы. Ежегодно свыше трехсот человек обращаются в общественную приемную губернатора в Люберецком районе. Улучшение жилищных условий, ремонт дорог, помощь в трудоустройстве, невыплата пособия, определение детей в дошкольные учреждения. По словам Нины Башаренко, зачастую люберчане приходят в приемную даже с теми вопросами, которые можно решить и на местном уровне. Конечно, эти вопросы надо решать не губернатору, а нам с вами. И поэтому у меня большущая просьба, если будут какие-то обращения, помогать решать эти вопросы, чтобы нам в справках, в отчетах, которые мы даем ежемесячно губернатору, чтобы не было вопросов, которые мы не можем здесь на месте решить. Вместе с тем в Люберецком районе есть немало проблем, для устранения которых необходима помощь и поддержка правительства Московской области. Так, в прошлом году свыше 20% обращений получили положительное решение на областном уровне. Для удобства граждан в Люберецком доме ветеранов профессиональные юристы проводят бесплатные консультации для всех желающих. На этих приемах бывает очень много народу. Последний прием был на прошлой неделе. И на приеме у юриста было где-то порядка 18 человек. Я считаю, что это достаточно много, и жители получают необходимую помощь бесплатно. Общественная приемная губернатора Московской области работает каждую среду по адресу город Люберцы, улица Куракинская, дом 2, первый этаж. Воскресенье 15 февраля 1989 года последние советские войска покинули Афганистан. Военная операция длилась почти 10 лет. Точное число погибших не установлено до сих пор. В памяти событий их 22-летней давности в Люберцах у памятника воинам-тернационалистам прошел митинг, в котором приняли участие ветераны войны, матери погибших и все те, кому не безразлична эта дата. Давно должен был быть официальный праздник. Ну вот, как бы, первый раз Дмитрий Анатольевич сделал нам официальный праздник, 15 февраля, День памяти воинов-интернационалистов. В этот день хочется вспомнить добрым словом тех, кто не вернулся, и пожелать здоровья и благополучия тем, кто живет вместе с нами, продолжает жить на этой земле и честно, доблестно выполнил свой интернациональный долг. Огромное им спасибо и низкий им поклон. Жертвами 9-летней войны в Афганистане стали около 15 тысяч советских военнослужащих. Десятки тысяч людей остались инвалидами. В травмном списке 20 имен и фамилии Люберчан. В памяти не вернувшейся с чужой войны в Центральном дворце культуры прошел вечер, в котором приняли участие представители местной администрации, общественных организаций, военного комиссариата, школьники района, а также семьи погибших в Афганистане. Собираемся мы все вместе, с собой, конечно же, берем наших боевых артистов, которые в те годы или халите, и там уже выступали, супровизированные сцены. Конечно же, с нами всегда наши матери погибших, наших братьев. На вечере вниманию зрителей были представлены архивные видеоматериалы. Также на сцене выступили авторы-исполнители, прошедшие Афганскую войну, и знающие о ней не понаслышке. Все песни были посвящены ребятам, не вернувшимся с чужой войны. Каждый год приглашают, это здорово. Значит, песни мои нравятся, значит, по душе. Опять тебя нет со мной, опять мы в этот час и вместе. Пускай же сказкой ночной, тебе присоединится моя песня. Вечер стал очередной вехой в деле сохранения памяти о погибшей в Афганистане. Патриотический десант коллектив культурного центра долг и память организовал для воспитанников школы-интерната «Наш дом» поселка Тамилина встречу, приуроченную к 22-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Подробности у Ирины Пахомовой. Центр долг и память был создан в 2000 году на базе школы номер 2010 района Люблино, юго-восточного округа города Москвы. Он объединил ветеранов военной службы, воинов, интернационалистов, участников локальных войн. На протяжении многих лет этот коллектив ведет активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Часто выступает с концертами, проводит уроки мужества. Ушелит мир спасенный, а мать живет вдовой, Сережей, с малой броной и Витя. Махово! Маланцы, спасибо. Ветеран-разведчик Владимир Май рассказал ребятам о судьбе своего деда, участника Великой Отечественной. Биография фронтовика – это пример мужества и силы духа. Владимир даже посвятил ему песню, которую исполнил для ребят. Дед мой, давно вдвоем мы не сидели, по пустикам не говорили, не били горькую вдвоем. Дедушка Ваня, чисто русское имя, воевал на Первом белорусском фронте. Он был тоже разведчик, был разведчик, попал в окружение, в плен, потом концлагерь, потом два побега из концлагеря, из которых его возвращали, избивали. И на третий раз, как он мне рассказывал, ему помог фашист, немец бежать, который не хотел воевать, который Гитлера ненавидел люто. Вот, и вот чем-то помог. После войны они встречались, после войны, уже далеко после войны не встречались, они плакали. Концерт в школе-интернате был проведен как раз по инициативе Владимира. Несмотря на то, что он житель поселка Томилино, о существовании школы-интерната узнал недавно. Захотелось встретиться с его учащимися. Коллектив патриотического центра поддержал предложение Владимира. Визит в школу решили приурочить в годовщине вывода войск из Афганистана. На сцене портреты воинов-интернационалистов, участников Чеченской войны, героев, погибших во время теракта в Беслане. Ветераны рассказали ребятам о подвиге этих мужественных и смелых людей. И пожелали детям, чтобы их никогда не коснулась война. Ирина Пахомова, Дмитрий Циркунов, Люберецкое районное телевидение. И смотрите далее во второй части выпуска. Окрыленные высоким чувством. День Святого Валентина в Люберецком Зак зарегистрировали браки 10 пар. 15 лет вместе. Люберецкое отделение и общественные организации «Женщины Подмосковья» празднуют юбилей. Чудеса на виражах. Областные соревнования по мотокроссу, посвященные 22-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошли в военно-патриотическом центре офицерское собрание. Мы вернемся в студию после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. День Святого Валентина в Люберецком Зак зарегистрировали браки 10 пар. Приобрести диск с видеоматериалом вы можете в редакции Люберецкого районного телевидения. Подробности по телефону 8 498 642 19 50 и 8 498 642 1952. В эфире программа «Итоги недели» и мы продолжаем. 14 февраля в Люберецком ЗАГС было многолюдно. Несмотря на то, что День Святого Валентина в этом году выпал на понедельник, свои отношения официально оформили 10 влюбленных. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Алексей и Регина познакомились два года назад на встрече выпускников Московского института экономики, статистики и информатики. Внимание женственной утонченной Регины Алексей завоевывал своим оптимистичным взглядом на жизнь и добротой. Со временем отношения молодых людей окрепли, и они поняли, что уже не могут жить друг без друга. После долгой проверки чувств Алексей взял инициативу в свои руки и сделал предложение любимой девушке. Дату регистрации брака выбирали недолго. По мнению влюбленных, свадьба в зимний месяц только укрепит их отношения. Есть искра любви, которая нас притягивает. Чем больше общаешься, тем не можешь друг без друга. День всех влюбленных многие считают особенным, но по-настоящему незабываемым. Он стал для тех, кто решил официально оформить свои отношения 14 февраля в Люберецком ЗАГС. Лилия Хайрулина, Алексей Репин, Люберецкое районное телевидение. Она вышла замуж за первого встречного и ни разу не пожалела о сделанном выборе. Римма Александровна и Александр Васильевич Фроловы встретились 50 лет назад и с тех пор больше не расставались. Свою историю любви, которая длится уже более полувека, они рассказали в нашей съемочной группе. Молодая девушка возвращалась с Черноморского побережья. Она и не догадывалась, что поезд Сухоми-Ленинград несет ее по рельсам судьбы. На одну из остановок в купе зашел молодой человек. Александр после отдыха ехал на учебу в Новочеркасск. Они проговорились с Риммой до позднего вечера. Потом он сошел, взяв у девушки московский адрес. Достал карандаш для ресниц бровей и написал на каком-то толще бумаге свой адрес. Ветреная Римма тут же забыла о случайном попутчике. Завертела жизнь, работа в школе. Молодая учительница преподавала русский язык и литературу. Но вот только Александр не забыл. И вот 18 января, в свой день рождения, он явился. Прогулки по Москве, музеи, выставки. Молодые люди сдружились за считанные дни. Гуляли с Шиком. Александр без сожаления тратил деньги, которые родители дали ему на покупку пальто. Я ей как бы шутку предложила. Слушай, Римма, если я тебе предложила сейчас выйти замуж, ты вышла бы? Она подумала, подумала. Ты знаешь, мне в общем-то некогда. Я говорю, или женись, или уезжай. Через четыре дня они сыграли свадьбу, удивив скоропалительность у родителей и друзей. Нет, любви не было. Вот такой вот бешеной страсти не было. Ну, понимаете, я думаю, а что, пойду замуж схожу. Ну, не получится, не получится. Любовь пришла потом. Любовь, я его люблю безумно. Их путь любви не был легким. Взбалмошная непостоянная Римма и мягкий застенчивый Александр учились уважению и терпимости. Обоим приходилось сглаживать острые углы семейных отношений. Я считала, что я его осчастливила. Мало того, что я его в Москву, да еще вот это. И, в общем, гонору было много. И он терпел, он терпел. Вот. А потом он мне сказал, все, хватит, милая моя. Или ты как-то себя приведешь в порядок, или я ухожу. Я ломала себя здорово. И, в общем-то, может быть, вот это спасло нашу семью. Александр Васильевич ставит магнитофон-кассету. Этот самый дорогой подарок, песню их молодости, ему подарила супруга на золотую свадьбу. Они вырастили сына и дочь, воспитывают внуков, живут в гармонии и согласии. Их секрет семейного счастья – в мудром отношении друг к другу. Сегодня они с улыбкой смотрят на прошлые ссоры и неурядицы. Как будто вот поднимаешься, поднимаешься на какую-то вершину. Вот поднялся на нее, карабкался, карабкался, потом поднялся, вздохнул и уже смотришь сверху. Надо же, надо было здесь немножко так пройти, а ты полез по этой скале зачем-то. Здесь можно было обойти с другой стороны, а ты напрямик. И уже смотришь на вещи эти домашние, совсем по-другому. Юлия Шпиль, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Люберецкое отделение «Женщины Подмосковья» исполнилось 15 лет. На праздничный вечер коллектив общественной организации собрался в городском доме ветеранов, чтобы торжественно отметить юбилейную дату и подвести итоги работы, рассказывает Ирина Пахомова. В этот день активистки, стоявшие у стоков создания общественной организации, вспоминали, как все начиналось. 15 лет назад несколько люберчанок решили объединиться, чтобы вместе противостоять жизненным трудностям. Пенсии не давали, деньги отобрали. Пенсии десяти лет дадут, а детства уже нет. Все это было тяжко. Экономическая неустроенность в того времени, она, конечно, в первую очередь ударяла по семье. И мы, женщины, вроде как хранительницы очага, но мы, тем не менее, думающие люди, и мы понимали, что стоять в стране тоже нельзя, и как-то нужно помогать своей родине. Общественная организация была призвана обратить внимание властей на положение женщины в обществе и те жизненные проблемы, с которыми им приходится ежедневно сталкиваться. По словам председателя Люберецкого отделения «Женщины Подмосковья» Галины Арининой, совместно с администрацией района многое удалось сделать. Мы создали «Женский клуб Добродея» в 1998 году. «Женский клуб Добродея» за эти годы провел более 80 встреч на различных площадках Люберецкого района. Эти встречи всегда были самые актуальные вопросы, которые касаются семьи, женщин, детей, молодежи, пожилых людей. Мы всегда не стесняемся, говорим то, что мы думаем, мы не оглядываемся и мы не боимся, потому что бояться не надо. Организация принимает активное участие в общественно-политической жизни района и страны. Проводит мероприятия в школах по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Участвует в районных субботниках, присутствует на парламентских слушаниях в Госдуме. Деятельность организации по достоинству оценена руководством района и города. Это очень мощная сила. Это те, кто работает непосредственно с населением. Это те, кому приходится решать многие вопросы, а именно с вопросами обращаются наши граждане в общественной организации. И поэтому по мере сил мы стараемся поддерживать, содействовать и помогать в работе общественных организаций. С праздником женщин Подмосковья поздравили друзья общественной организации, а воспитанники Люберецкой школы искусств номер 3 подготовили музыкальный концерт. Ирина Пахомова, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение. И к новостям спорта. Большой бокс вновь пришел в Люберце. Во дворце спорта «Спартак» прошел очередной турнир памяти мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина. В этом году соревнования получили стацию чемпионата Центрального федерального округа. Победители и призеры турнира примут участие в первенстве России по боксу. По традиции на торжественном открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной, родные и близкие Юрия Капитонова и Владимира Кузина. Представители администрации и спортсмены. Среди них и двукратный олимпийский чемпион Борис Логутин. Я желаю вам быть свидетелем и интересным спортивным кальвы и желаем успеха нашим спортсменам. Самого доброго! В первом бою приняли участие юные спортсмены. Они провели два раунда по одной минуте. Затем на ринг вышли уже состоявшиеся боксеры. Долгожданный подарок своим поклонникам сделали баскетболисты триумфа. В минувшие выходные на домашней площадке люберчане встретились с командой Енисей из Красноярска. В очередном матче подопечный Ведемареса Хомичу запроявили боевой настрой и порадовали болельщиков красивой игрой. Игры с такими сильными соперниками, как Енисей, всегда подогревают интерес болельщиков, которые стали свидетелями заслуженной победы люберчан. С самого начала триумф быстро набирал обороты. Егор Вяльцев и Андрей Матьюносов добавляли трешки. Отличился и австралийский новичок центровой команды Люк Невилл. Он два дня приехал. Я думаю, что все равно хорошо вышел. Он старался и хотел показаться публике. Может быть, какой-то мяч и скинуть. Но он видел, что публика так хорошо поддерживает. Я думаю, что он рабочий человек. Мы будем с ним работать и он нам поможет. В итоге первый сет завершился со счетом 27-22. Главный тренер соперников брал тайм-аут и пытался докричаться до своих. Но нужных слов, видимо, так и не нашел. На перерыв команду ушли со счетом 49-39. В заключительной четверти матча гости попытались вырваться вперед. Начали играть максимально жестко и агрессивно. Иногда даже создавалось впечатление, что раз не удается выиграть, то надо выбить соперника из строя. Однако догнать триумф Енисею просто не удавалось. Алиберчане только делали то, к чему гнал их весь зал. То, что они боролись, было два очка, было пять очков, было семь. Не было такого, что десять ведем и надо расслабиться. Они, скажем так, держали игру в своих руках, всю игру и делали то, что надо. Мне очень нравится то, что они вот это восприняли. И значит, мы можем. Нам надо просто работать и верить в то, что мы делаем. За три минуты до финальной сирены, когда и так было понятно, что победа уже у Люберчан. Андрей Матьенос падает на площадку. Ногу сводит судороги. Его под руки до скамейки уводят врач и массажист команды. Но даже такая потеря не сыграла в минус триумфу. Счет на табло 92-74. Болельщики провожали свою команду аплодисментами, благодарились за эмоциональный поединок. А главное, победный. Этим достижением триумф приблизился к фаворитам турнирной таблицы ПБЛ. Сегодня мы за счет характера, за счет настроя выиграли, я считаю. Спасибо всем ребятам, болельщикам, которые поддерживали нас. И, конечно, настрой команды впечатляет. По итогам 13 игр сезона, это уже пятая победа триумфом Пытвой. Следующий матч они проведут 19 февраля в Нижнем Новгороде. А 12 марта на домашней площадке встретятся с командой «Уникс» из Казани. Илья Хайрульна, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение. Все на лыжню. 13 февраля открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2011». Стартовала в подмосковной Яхраме. Более 25 тысяч профессионалов и любителей приняли участие в самом грандиозном спортивном зимнем празднике. Репортаж Алексея Репсона. Девиз этих соревнований – главное не победа, а участие. Именно поэтому здесь можно увидеть спортсменов самых разных возрастов. На трассу вышли участники от 5 и до 80 лет. Приятно, что очень много людей хотят поучаствовать в этом соревновании, не только взрослых, но и детей. «Лыжня России» – это не только гонка. В первую очередь это всенародные гуляния на свежем воздухе. Рядом со стартом была открыта спортивная ярмарка, на которой можно приобрести сувениры и атрибутику этого праздника. С питанием тоже никаких проблем. После прохождения трассы все желающие могли отведать горячего чая. Тут же выставлены мангалы с ароматным шашлыком. Пройдя всю дистанцию, участники гонки не торопились расходиться по домам, а остались у главной сцены, чтобы посмотреть концерт. У всех было отличное настроение. Великолепно. Много радости, много... Ну, холодновато немножко, ветер холодный, ну, отлично. Организация турнира была на самом высоком уровне. Даже холодная погода и сильный снегопад с порывистым ветром не могли помешать любителям лыж со всего Подмосковья выйти на старт. Люберецкий район также принимал участие в этих популярных зимних соревнованиях. С Люберецкой земли на соревнованиях присутствует больше 60 человек. Двумя автобусами организованы, приехали на старт. У нас есть участники, которые вот без перерыва 12 лет уже ездят на эти соревнования. Такой уровень любительский, но хороший уровень. Проверить свои силы на трассе решил и депутат Совета депутатов города Люберца Сергей Черкашин. Он, как и другие участники гонки, был очень доволен праздником лыж. Также он отметил, что подобные массовые мероприятия укрепляют спортивный дух нации и объединяют людей. Здесь общий старт, поэтому здесь главное участие, а не победа. Потому что все мастера, кандидаты мастера бегут первыми. То есть выстраивается очередь по номеру, который у тебя на груди. Соответственно, это больше участие в празднике, чем какие-то соревнования. Чествование призеров проходило на главной сцене. Победителей награждали легендарные олимпийские чемпионки. Елена Вяльбе, Лариса Лазутина и Светлана Ишмуратова. Лучшей среди девушек стала жительница города Пушкина Юлия Дроздова. Сергею Лепенкину из Луховицкого района не было равных среди юношей. В женском забеге первенствовала представительница Истринского района Нина Немцова. Мужскую гонку выиграл Максим Фадеев из Одинцова. Праздник продолжался и после награждения. Многие участники разъехались по домам только ближе к вечеру. Алексей Репсон, Люберецкое районное телевидение. Областные соревнования по мотокроссу прошли в военно-патриотическом центре офицерское собрание. Подмосковные мотоциклисты соревновались в двух классах 50 и 65 кубических сантиметров. На месте побывал наш корреспондент Артем Акаров. Хотя мотокросс для Люберецкого района не новинка, на трассе военно-патриотического центра офицерское собрание такие соревнования проходят впервые. О себе заявили 10 участников из семи районов Московской области. Многие спортсмены, к сожалению, заболели, поскольку инфекция, грипп. И им даже на вчерашних стартах мутищих тоже были не все команды представлены. Это болезни спортсменов. Но от этого никуда не денешься. В этот день соревнования длились недолго. Да и возраст участников не располагал к длительной гонке. На трек вышли ребята до 12 лет. И вот сегодня вы прекрасно наблюдаете за этими нашими совсем юными спортсменами. Порой некоторые даже до земли не достают ногами. Но этого коня металлического, железного освоили. И показывают очень серьезные результаты. В обоих классах борьбы за первое место почти не было. А среди младшей группы на мотоциклах 50 кубов уверенную победу одержал Никита Пучков из города Озеры. На 65 кубов, где выступали ребята постарше, во всех заездах первым пришел Артем Коногоров. Спортсмен в последней гонке хоть и проиграл старт, но позже смог наверстать отставание. Я специально отстал. Почему? Потому что хотелось поэкспериментировать. Догоню и обогоню всех. За свое мастерство на треке все участники зимней гонки получили памятные подарки. Кроме того, призами были отмечены и организаторы соревнований. Артем Макаров, Сергей Гордеев. Люберецкое районное телевидение. 16 февраля в Люберецкой детско-юношеской спортшколе сортовал второй этап района Спартакиады. Ученики шестой классов образовательных учреждений Люберецкого района соревновались в дисциплинах общей физической подготовки. Подтягивались, отжимались и прыгали в длину. Подробнее в следующем сюжете. Шестиклассники Люберецкого района собрались в зале детско-юношеской спортивной школы. Так называемые президентские соревнования, организованные по всей России. Это показывает физическую готовность наших учащихся чисто на уроках физкультуры. Здесь выступают дети, которые могут не заниматься в каких-то секциях. Потому что здесь элементы подтягивания, отжимания, бег на выносливость, растяжка небольшая. Поэтому это то, что есть в программе школьной. Соревнования начались сразу со второго этапа. Первый проходил в самих школах. По результатам состязаний были сформированы сборные команды. Многие учителя физкультуры уверены, что такой турнир поможет привлечь к занятиям спортом еще большее количество детей. И даст им возможность поверить в свои силы. Дети как бы в себе видят потенциал. И тот, кто стеснялся есть, которые у девочек стесняются, боятся преодолеть себя. Вот после этих соревнований они начинают серьезно заниматься. Поверить в себя смогла и Настя Канайкина. Это ее первые соревнования. До этого она не посещала спортивные секции. Однако попасть в команду ей это не помешало. На физкультуре хорошо занимаюсь. И как сказать, ну учительница классная, руководительница посоветовала учительнице по физкультуре взять. Подводить итоги района Спартакиады еще рано. В ближайшее время школьников ожидают волейбол и кросс на лыжах. Лучшие команды будут защищать честь района на областных соревнованиях. После чего появится шанс выйти и на всероссийский уровень. Юлия Шпиль, Артем Макаров, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. И это все, чем запомнилось минувшей недели. В воскресенье в 8 вечера не пропустите программу «Русская песня». Новый информационный выпуск выйдет в понедельник в 20.00. Обращаем ваше внимание на то, что 24 февраля в 8 вечера на нашем канале состоится прямой эфир с главой Люберецкого района и города Люберца Владимиром Рыжицким. Свои вопросы можете задавать заранее по телефону редакции 8-498-642-1950 и 642-1952. А также оставляйте их на нашем сайте www.lrt.tv. В студии была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и до встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Пиророс». Смотрите «Воскресенье» на нашем канале. В 8.00 в 14.00 в эфире информационная программа «Итоги недели». В 20.00 не пропустите авторскую музыкальную программу Алексея Адамова «Русская песня».